владимир путин говорит что он признает роль криптовалют в совершении платежей отскок в плюс последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен тадам но речь пойдет не об этом конечно речь пойдет не об этом так как у нас с вами не политический канал а крипто канал поэтому давайте лучше посмотрим что происходит на этом фоне с биткоином и с другими монетами биткоин уверенно восстанавливается как мы можем видеть на недельном таймфрейме удерживает сетку и my ribbon во второй раз как поддержку да первый раз мы удержали ее в июне в июле в районе 30 тысяч и второй раз удержали ее в сентябре в районе 40 тысяч долларов соответственно все идет по плану наверх на ближайшем рассмотрении что мы можем видеть на четырехчасовом таймфрейме мы тоже удерживаем сетку как поддержку а если пробиваем ее то ненадолго как вот здесь или как вот здесь то есть вполне резонно ожидать в какой-то момент вот такой же фазы небольшой коррекции после вот такого вот роста то есть если по аналогии то можем еще сейчас немного подрасти тут все ланганут и потом мы все равно на четырехчасовике сходим в корректоз как вариант а может и не сходим кстати поэтому с биткоином то все понятно что с альткоинами спросите вы с альткоинами немного ситуация изменилась в сторону в лучшую сторону по альткоином потому что мы видели со вчерашнего дня небольшую коррекцию доминации btc но опять же сейчас если доминация btc на четырехчасовом таймфрейме удержит сетку и мой риббон и пойдет выше то альткоин раздавит еще сильнее к биткоину и тогда мы пойдем действительно на ретест вот этого предыдущего сопротивления примерно в сорок девять с половиной процентов и возможно даже выше перед продолжением сезона ближе к ноябрю но у меня есть на самом деле мнение что все не так плохо и возможно прямо сейчас начнется сезон смотрите если продолжится точнее сезон если рассмотреть это как сопротивление нисходящее то мы уже его тестируем сейчас и отвергаемся то есть в принципе можем отвалиться прямо от текущих и в пользу этого я хочу вам показать ребята пару dash btc dash btc помимо того что мы видим здесь огромный кластер покупателей о котором мы говорили с вами вчера вот здесь посмотрите покупатели то есть люди меняют биткойны на дэш в данный момент очень очень сильно даже по сравнению с этими местами посмотрите гораздо сильнее и также отсутствие полное отсутствие продавца если вот здесь у нас был продавец да и после этого мы упали сейчас продавца нету есть только покупатель вот поэтому что можно заметить еще по dash btc что вот именно сейчас как раз возможно категорический лонг напрашивается потому что обратите внимание на недельный таймфрейм на маркет сайфер отдельный респект подписчику михаилу который прислал мне этот скрин вот такой вот скрин мне прислал с утра и сказал заценика желтая точка на маркет сайфере и посмотрите внимательно действительно у нас на dash btc на маркет сайфере с вами желтая . это очень очень редкий сигнал это по сути как зеленая точка крупная только еще больше сразу хочу оговорочку сделать это китайский маркет сайфер бесплатный маркет сайфер который вы можете также себе установить бесплатно на trading view он называется vmc cipher b divergences про него у нас есть отдельный урок на канале сейчас появится сверху посмотрите обязательно так вот этот китайский сайфер он показывает желтые точки но родной маркет сайфер платный который продает брат криптофейса у него нет желтых точек он не показывает желтые точки вот то что мне прислал слава на его скрине с родным маркет сайфером там это выглядит как просто зеленая . очень крупная зеленая . но тем не менее вот как это отрабатывает михаил мне прислал на примере dash к доллару тоже когда была желтая . он говорит что это сигнал дна но после этого есть еще один ложный импульс то есть двойное дно как бы обратите внимание у нас есть но желтая . но абсолютное дно потом мы спускаемся еще раз практически к этому дну здесь уже зеленая . и после этого long тоже самое вот эфир на пяти минутках тоже он показывает желтая . но двойное дно и после этого сигнал на long на пяти минутках конечно больше шума а недельный таймфрейм это очень очень сильный сигнал если вы посмотрите за всю историю dash btc желтых точек еще вообще ни разу не было поэтому сейчас вероятность того что это выстрелит просто ракетой на луну очень 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 высокая дисклеймер конечно же не финансовый совет ребята поэтому вот такое вот наблюдение специально для вас дашь туза мунеров смотрим как удержится вот это вот двойное дно смотрим как здесь появится зеленая . уже в качестве продолжения этой истории да и как вот здесь money flow из красного начнет перетекать в зеленое это будет подтверждение этого сигнала этого мощнейшего сигнала ребята и с последующим очень сильным движением наверх вот что я думаю по этому поводу напишите в комментариях что думаете вы сильный ли это сигнал или это ложная обычая ловушка и так далее но вообще даже быть и си давно пора ребята давно пора давно пора уже идти на свои хаи тем более что посмотрите где он посмотрите как он находится все еще в падающем нисходящем тренде все это время все эти четыре года dash btc был медвежий рынок и тут ежу понятно что медвежий тренд ослабевает за ним следует бычий это всегда так происходит и по факту эти два года консолидации это уже был нейтральный тренд накопления скажем так фаза накопления фаза консолидации после которой следует мощнейший импульс типа как был вот здесь поэтому ребят дисклеймер не финансовый совет dhbtc абсолютный лонг если вас еще не ликвиднула держите добирайте усредняйте если вас ликвиднула загружайте по новой потому что это ну это абсолютно даже если вас ликвиднула на сто процентов то вы тут можете срубить тысячи тысячи процентов на этом росте и кстати говоря то же самое можно сказать про всех старичков про которых забыли и ос я вообще считаю что сейчас будет сезон вот этот ноябрь октябрь ноябрь будет альт сезон старых забытых монет монет вот этих старичков инвалидов назовем их так которые все позабыли распродали уже вы посмотрите на и ос тоже у него было вот здесь вот дно все его тут ланговали в итоге он ушел по дно просто снял все стопы ликвиднул всех что после этого монета сделает обязательно она сделает вот так вот zcash zcash btc точно такая же картина и тоже желтая точка на отдельном сайфере обратите внимание желтые точки это мощнейший сигнал на покупку поэтому zcash btc тоже смотрим за двойным дном выстреливаем в космос zcash очень бычий на самом деле все про него забыли и нормальные люди нормальные фонды его ходят скупают и будут и это рабочие блокчейны они майнится их не поделаешь это вам не хайповые токены вот эти вот дефайные нафтишные которые выросли в сто раз там в тысячи раз и сейчас просто об вас обкешивают поэтому смотрите сами сейчас наступит эра тех самых блокчейнов которые не соскамились которые все еще валяются на дне не потому что вам дают их дешевле купить а потому что большинство из вас из них вытряхивают поймите это ксим то же самое здесь нету желтых точек но тоже хороший зарождающийся импульс очень хорошая длительная фаза накопления когда вот так долго мы накапливаемся ребята это даром не проходит неё тоже выглядит очень здорово к доллару неё к доллару вообще уже пошел наверх не убить и си они убить и си тоже все еще в фазе накопления потому что bitcoin рост сильнее чем альткоины но тут тоже нету еще желтой точки обратите внимание желтой . пока у нас с вами только на дэш и на zcash напишите в комментариях какие еще альты дали желтую точку антологи к биткоину то же самое нет желтой точки но тоже очень сильная фаза накопления есть зеленые точки ну и добьем эту троицу ребята bitcoin кэш btc двухдневный таймфрейм желтая . супер перепроданный rsi и на недельном таймфрейме тоже у нас желтая . по bitcoin кэш btc вот на этом дне что сигналит нам о том что с высокой долей вероятности это было дно ребята но и это сейчас второе дно и мы готовимся к полету на луну опять же тут даже если мы кольнем здесь чуть ниже ценой то тут будет дивер по рысаю короче это все to the moon ребята вы уже наверно в это сами не верите думаете что грини чокнутый и это хорошо потому что только чокнутые на рынке зарабатывают так что ребята мы сами все видите сами все анализируйте все что я вам говорю просто переварите вот эту информацию которую я вам уже дал а для тех кто не понимает что значит альты к биткоину это по факту когда вы торгуете их не к доллару к биткоину то есть когда вы считаете их стоимость в биткоине у вас же всегда вы понимаете что даже допустим сейчас стоит ну и вот bitcoin кэш сейчас стоит 600 долларов но в биткоине он стоит сейчас миллион сатоши да то есть 001 btc вот и все и когда он подорожает к доллару в четыре раза если bitcoin будет стоять на месте естественно то он будет стоить уже 4 миллиона сатоши но биткоин не будет стоять на месте надо это понимать биткоин тоже подорожает за это время в два раза и соответственно ваш bitcoin кэш будет стоить 2 миллиона сатоши то время как он будет стоить 2000 баксов да и ну даже 2400 там или сколько соответственно к биткоину у нас меньшие возвраты и соответственно меньшая волатильность меньше риск слива даже если все начнет падать к доллару опять же bitcoin кэш может падать медленнее к доллару чем биткоин и расти в цене к биткоину но если вам это нафиг не надо и вы торгуете к доллару то напоминаю вам что и bitcoin кэш и dash и все остальное вы можете торговать на байбите на наш любимый бирже bybit в usdt контрактах вот здесь вот они добавили дэш буквально позавчера и кучу других монет поэтому можете иметь в обеспечении тезер и торговать как вам привычно абсолютно нормально вот даже битдау добавили во фьючи вот я вчера открыл лонг по дэшу плюсе уже на 1000 долларов почти все всем хорошего дня с вами был гринит канал крипто комманс с вас подписки с нас контент ставьте лайки стопы и тейки всем профит роли пока а